Все за, ни одного против. Так прошла практически вся сессия Горсовета. Депутаты долго не засиживались, около 40 минут ушло на то, чтобы обсудить 11 вопросов, стоящих в повестке. Среди которых изменения о земельном налоге на территории Каннска, о внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования города, а также о порядке выплаты единовременного денежного вознаграждения лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании. На сегодняшний день у нас порядок существует. Там на порядке определено то, что при наличии муниципального служащего стажа 20 лет, при наличии стажа 20 лет, имеющих право на пенсию за 8 лет, именно муниципальную пенсию, выплачивают однократные месячные денежные содержания. Данным проектом решениям предлагается однократное денежное содержание, заменить словами на двукратное месячное денежное содержание. После народные избранники обсудили вопросы, касающиеся поддержки местных инициатив и награждения почетными грамотами нескольких педагогов Каннска. Ну и жирной точкой в повестке стал 11 вопрос, в котором прозвучало слово «коррупция». Здесь к трибуне вышел Алексей Бобрих. Собственно, он и выступил докладчиком. Постановлением председателя городского совета была создана комиссия. На этой комиссии был выбран председателем, комиссией был выбран заместитель и секретарь Северова Викторовна. Значит, комиссия рассмотрела со всех сторон данное представление прокурора. Было запрошено, заслушано мнение представителя прокуратуры, было заслушано мнение самого ответчика, нашего коллеги. И из семи членов за, при одном издержавшемся, комиссия проголосовала, руководствуясь пунктом 5, частью 7.3-11 по 31 федерального закона, рекомендовать принять решение о применении меры ответственности в отношении депутата Петрова для Витальевича в виде запрета исполнять полномочия на постоянной основе в Казском городском совете депутата 6-го созыва до прекращенной срока его полномочия. В этом вопросе 17 человек проголосовали за, два против и еще два воздержались. Кристина Куч, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал.